всем привет друзья хочу вам показать интересный бой турнира большие резервы карты две горы сейчас мы быстренько развертку пропустим и перейдем непосредственно к зарубе который происходило в этом бою собираю ресурсы в принципе нормально все право холмой полностью отжал угол карты правы не отжал левый вроде все собрал вот этот холм я не успел забежать но там против противник побегал успел собрать все ресурсы сделала немного койотов управляя их для уничтожения пехот противника он не уничтожил нет не уничтожил грузовики первая партия идет пока что за мной и быстро выхожу в третий уровень штаба в кречеты в ягуары броненосцев никобраза думал что флаг 1 появится на центре карты сделал такой-то отряд с двух койотов 3 2 стрелков но и броненосец который бесплатно идет и начал сражаться за уже вторую точку транспортников специально броненосец не отправляя в зону данного флага так как она захватывается очень быстро броненосец уничтожается и тогда вражеские штамовики начнут просто уничтожать мои грузовики а сделать я уже ничего не смогу потому что у меня юнит и далеко авиации пока что еще нету вот и видим что противник скапливает свои силы на центре карты я немного решил отступить побоялся что это будет какой-то пехараш а у меня юнитов слишком мало надо немного отойти назад подкопить массу отправляю стрелка и 1 броненосца вперед чтобы если что стрелок штурмойка отвлек на себя но в принципе здесь никого нету проверяют и кречетом так разведка базы по его нету он выходит вертекса этот куча пехоты я подумал так подумал почему я не помобить бы кречным нанести очень много урона и пойти в контр наступление пеха броником поэтому двумя уже кречами атакую пехоту противника правда он видимо на голд воздухе сидит что его пехота не пробивается но я решил что пора идти в атаку но тут была у меня большая тактическая ошибка о чем я говорил до этого некоторых видео когда выбиваете здание а по вам стреляют юнит то это очень плохо желательно сначала уничтожить юниты а после этого уже заниматься зданиями только если это прям критическое важное здание примера вижу аэродром у меня нету ни одного дикобраза вообще ни одного поэтому я стараюсь использовать свое огромное количество пехоты для уничтожения аэродрома но в итоге я не смогу это сделать так я потерял просто огромное количество ресурсов при этом аэродром не уничтожен ну юнит противника тоже я не атаковал так вот весь контроль был сосредоточен на уничтожение аэродрома будет конечно еще попытка кричитом добить аэродром но он успел отремонтировать к сожалению вот эти восстанавливается у меня зато было время подготовиться к воздушной обороне от противника я поставил два завода дикобразов начинаю производить и пока что все не очень хорошо так как противник еще выходит параллельно в зевса гранатометчики огнеметчики вертексы то есть играть без хамелеон будет достаточно трудно уж базу пробить точно не получится без хамелеона то уже в этом турнире это понял что если уж штурмовать базу то лучше использовать хамелеон противники используют большое количество гранатометчиков они просто очень быстро уничтожают все танки без танков играть будет фигово так пытаясь защитить свои транспортные средства кричит и в патрулировании пытаются поймать вертексы даже заранее голд воздух включил стараюсь сыграть максимальное количество боев без поражений здесь вот заметил что противник захватил флаг поэтому решил атаковать транспортники противником вовремя отступил то есть но чувствую что противник честно второй заход скорее всего будет мой уже отправлять свои вертексы в атаку поэтому отступил на базу и решил попробовать их перехватить на патрулирование сейчас вижу что вертексы в два раза больше понимая что мой авиацию не сбивает намного проще так как они маневрируют очень хорошо в отличие от кричитом поэтому решил заманить их под залп дикобразов в итоге три вертекса вроде бы сбивается с четырех грузовички спас они в итоге смогли уехать в эту зону нужен новый отряд готовится противник потерял сейчас все свои вертекса практически есть хорошие возможности вот примеру два отряда грузовиков отправить к себе на вазу начинаю производства ягуаров любила раньше использую броненосцы вместе с дикобразами но против зевцев это плохая так сказать связка юнитов потому что броненосец занимает кого много даже если там будет аналог противника в виде молотов то это уже очень огромные проблемы поэтому логичнее вообще эффективнее использовать ягуара в связке с дикобразами пофиг что их будет 3-4 штуки они издалека будут наносить хороший урон постоянно а если используют броненосцы то они кого занимают на одну единицу меньше чем ягуара эффективности от них толку в два раза меньше здесь я пытаюсь крещитами разрядить противник у зевса чтобы контратаковать ягуарами и тут останется по сути два зевса уничтожить все остальное это крепость гранатометчики останутся неприкрытые тайфуны которые также можно уничтожить дикобразами ягуарами ну противник уже имеет два зевса против двух-трех ягуаров один из них или живой нужна поддержка крещитов отправляют три штуки надо еще зал дать по зевсу так сказать пробить ему хпшку все два ягуара у меня осталось остается одна пехота и сейчас хороший момент для того чтобы перейти в контрнаступление уничтожить противнику тайфуна попытка вертексами нанести мне какой-то урон сбиваю один истребитель этот на руку успел улететь вот тайфунов много надо их попытаться сейчас же уничтожить в таком случае меня вот на базе стоит 4 крещ там они сейчас могут помочь не сильно вот сейчас они уничтожать на на зевс противнику вообще без шансов видите бац там даже ягуар не помогал 4 крещена на гол атаки забирает девс но это фуловые крещеты правда еще без очков умений на атаку авиации вот противник опять же используют свои вертексы пытается уничтожить мои танки очень успешно даже это делать мне приходится конечно же отступать на центр карты так как выбивать дикобразами зевсы на этом ранге не очень хорошо получается потому что на фуловом дикобразе можно выбивать зевсы а здесь нет здесь брони мало поэтому надо все же отступить ну и терять как бы дикобраза об зевс это вообще труда ресурсозатратная тактика она придет скорее всего вас к поражению контролирую чтобы он захватывал данный флаг здесь который находится турлеру кречетом вот и собираюсь на на центр карты у меня производства стрелков я понял что чтобы пробить этот игрокам она использует большое количество гранатометчиков надо использовать большое количество стрелков когда это будет неожиданно он не сможет отступить он придется ему принять бой проиграть стрелкам ну там останутся два-три зевса когда на них налетит вот такая куча юнитов их очень быстро разберут возможно даже без потерь по танкам вот можно быстро восстановить через пять казарм вот кричит уничтожая двух гранатометчиков минус 100 ресурсов противнику разведка вижу зевс такую теряю один кричит мы сейчас дам еще один заход то должен добить зевс не добиваю так как решил свои кричит и оставить спасти так сказать начинаем уничтожать противнику грузовики сегодня вот эти два кричита пригодились там один еле живой я мог конечно добить противнику зевс но я решил от этого отказаться в таком случае я потерял бы второй кричит это было бы уже не очень выгодно поэтому вот сейчас пытаюсь кричитами просто уничтожить все грузовики правда топливо кончается но сейчас вылетает 3 кричит которую вот так сейчас не участвовал особо вот атакует грузовик и возвращается на базу правильно с этой стороны меня атакуют вертекс они уничтожают авиазавод успеет не успевает кричит выйти с аэродрома я не реагирую на эту атаку да в принципе у меня все дикобразы здесь находятся у меня уничтожают аэродрома кричит им пвом я плохо прокачано ресурсов на нее не хватает чтобы построить поэтому я вынужден забить пока что на базу ну до производства дикобразов делаю но сейчас если потеряю заводы ягуаров будет все очень плохо просто не хватает ресурсов чтобы защититься от вертексов на базе а если играть без хамелеона на центре карт вот вы видите сколько медикобразов только в таком количестве они эффективны против от этих вертексов он сейчас он был благо залетела я думаю он потерял два истребителя своих конечно больше не уничтожил я уже выхожу потихонечку в четвертый уровень штаба буду выделать хамелеон отказываюсь от авиации так как но не хватает ресурсов кричит дорогой на самом деле юнит он окупается но здесь немножко по-другому все работает так мне кажется можно играть через кричиты но не хватает добычи ресурсов чтобы их до производить даже когда ты их теряешь а не терять их очень сложно самом деле я подумал что надо попробовать выйти в хамелеона по-быстрому пока противник еще не нарастил свою мощь и далее уже через хамелеон выбить 4 зевса и все остальное ничего не может мне нанести урон в тумане только забежать если а я могу отступить на золотой разведке ну и продолжаю собирать эти сырья сырье сырья блин добываем сырьем откатываем транспортники к себе на базу ну и надеемся победить по очкам так атакует мне завод ягуаров все же противник используется конечно заранее уже голд воздух дикобраза отступать на базу кричитах меня теперь нету чтобы защищаться от вертекса ну плохо плохо теряет он два истребитель внутри даже дам теряет три истребитель 4 все вертексы он потерял три зевса которая очень сильно разряжены по хп пытается что-то про атаковать тут три ягуара куча стрелков гранатометчиков в общем не получается мне это сделать и мы что делаем вступаем на базу мне нужно просто до произвести хамелеон мать и ускоримся x5 потихонечку еще пытаясь собирать грузовики противник игнорирует этот момент почему-то что я могу просто пах выиграть по грузовикам все он теряет вертекс и пытается уничтожить авиацию пытается уничтожить заводы но базу продавить у него пока что не получается слава богу но он как бы сильно теряет то что не уничтожает грузовики хотя тут вообще безвозмездно можно было уничтожить два транспортника и выиграть себе немного времени смотрите финальная так идет у него на смотрите отряд девсоград огнеметчики стрелки штурмовики тайфуны у меня тут я вижу раз-два-три ягуара куча стрелков гранатометчиков никообразов но подключается меня хамелеон боя юнит у меня становится все невидимы и тут по факту попробуй пробей меня одним градом было бы побольше градов возможно вы что-то получилось а так ну сомневаюсь даже вот так вот сделаю скриншот на превьюшку а то потом крутить 10 минут ради вот этого кадра слишком скучно вот уничтожается два девса последних один град остается то есть как бы можно сказать атака его провалилась и отказался от кречетов но зато теперь у кречета меня тут могли бы конечно помочь там чё 5 с уничтожить но это сам замедлило мне вот он понял что хамелеон имбай надо выбить мне завод я отменяю заказ естественно ну и фиксим у меня один хамелеон есть мне этого будет достаточно и отправляю броненосец предпоследние на захват данной точки которого светится на миникарте а свою надземную армию отправляю на центр карты ну я вообще планирую сейчас контратаковать противника у него сейчас до заказ скорее всего есть устремлен на центр карты там по 2 по 3 юнита будет ехать хорошая возможность возможность их попробовать уничтожить просто количеством пока там 4 зевса когда 4 зевса это будет уже намного жестче пробивать а вот по 1 по 2 зевса хорошая возможность реально уничтожить 2 огнемячка зевс огнонометчик никопраза расстреливают пехоту буст атака всех юнитов бустим по жесткому потому что играем на медаль но не на медали но я стараюсь отыграть минимально без поражений. Максимально, блин, без поражений. Наверное, так правильно сказать было. Град дал два залпа, но юнитов у меня, конечно, осталось много. Видите? Все, вот такой вот куча юнитов. Я начинаю штурм его базы. У него дозаказ идет постоянно без остановки, но это к нему минус идет в данный момент. Если бы у него дозаказ был бы на базе, он хотя бы еще защититься мог бы от меня. А так он потерял сейчас кучу юнитов. Он пытается вертексами что-то сделать. У меня тут уже ПВ-шки стоят в виде дикобраза, и одной ПВ-шки. Уже больно. Он потерял все свои истребители, потерял всю свою надземную технику. У него дозаказ идет. Здесь, наверное, Девсград, здесь Девсград. И там пехоты немного. Я почувствовал, что армии у него нету. Сейчас можно спокойно дальше продолжать возить грузовики к себе на базу и просто побеждать по очкам. Ну и чтобы отвлечь противника от транспортников, я решил, что надо идти в атаку на него, не давать ему накопить силы. Плюс ящик он подобрал, который был сверху на карте. Кстати, это была, наверное, его ошибка. Если не брать вот этот ящик, который здесь находился, я бы просто не мог, к примеру, по очкам выиграть. Мне бы пришлось как-то маневрировать, заставлять его... Точнее, ну, ему... Он, короче, мог удерживать один флаг и защищать свою базу. Хотя бы не проигрывать по очкам. А тут у него вообще вариантов не остается. Его армия уничтожена с огнеметчиков, которые он там делал. Хамелеон ему выбить нечем. Если бы, конечно, было бы второе, уже другое дело было бы, но что бы делать. И броненосец устремляется вот к этому флагу. К последнему. Ну и на самом деле тут база уже пробита. Сделать ему уже ничего не получается. Ну, такой бой был. В принципе, нормальный. Тяжелый, но... Не прям, что большой шанс здесь был проиграть. Но шансы были всегда. Ладно, благодарите за просмотр. Ссылочка на игру есть в описании. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!